Здравствуйте! И с вами доктор Шилов. В одном из предыдущих видео я рассказал о том, как надо сохранить отрубленные или отрезанные пальцы, чтобы их можно было вернуть на место. Да, именно так. Но понимаете, какая штука? Люди иногда теряют пальцы, такое бывает, потому что именно пальцами человек лезет туда, куда не надо, и особенно это любят делать дети. Они суют пальцы животным каким-нибудь опасным, суют какие-то движущиеся детали, механизмы. Но даже взрослые люди тоже поступают странным образом, иногда не соблюдая технику безопасности или просто не продумывая последствия своих действий. И пальцы они теряют. Так вот, что делать, если пальцы остались отдельно от тела, но целы? То есть их можно взять, собрать и отвезти в больницу. Я рассказал ссылку на видео, вы можете посмотреть в описании к этому видео. И посмотреть это видео. А бывает так, что пальцы утрачивают безвозвратно. Либо они размажены, оторваны, разорваны на куски, потеряны и так далее. То есть вот нету. Собака сожрала там, или тигр там, я не знаю, вот так вот заживала в какие-то детали, шестеренки, размолола там, вот нету. Как же вот... Поговорим сегодня как раз о том, какие существуют способы вернуть их на место. Конечно, больше сегодня будет лекция такого плана футуристического, потому что в нашей, к сожалению, стране вероятность того, что что-то получится вернуть назад, будет крайне мала. Но я расскажу вам о том, какие вообще есть способы, и какие есть перспективы, и какие есть тренды на то, чтобы эту проблему как-то порешать. Итак, первое. Первое – это киборгизация. Что такое киборгизация? Это замена искусственной какой-то, каким-то механизмом, то есть с искусственным суставом, искусственной костью, искусственными тканями, причем эта киборгизация может быть как частичной, так и полной, потому что замещен, может быть, только сустав, может быть, замещен какой-то фрагмент, может быть, замещена кость вместо нее, может быть, какой-то штырь, Какая-нибудь металлоконструкция может быть Или какая-нибудь пластическая конструкция И так далее Выполняет как косметическую функцию Так и часто функцию подвижности Возвращение подвижности и функции Вот это та часть, которая В общем-то Выполняется уже В мире такой есть Заменяют даже руки целые Не говоря уже об отдельном пальце Но это делается в странах С очень хорошей медициной Экономика высокая, где в медицину вкладываются хорошие деньги И там это можно сделать Да, такое есть уже сейчас Возможно со временем В связи с удешевлением каких-то технологий Это станет более распространено Второе Это выращивание Пальцев или фрагментов Где-то вне организма Отдельно С помощью 3D принтера Из стволовых каких-то клеток То есть берется органический какой-то каркас Может быть и синтетический каркас Но органика лучше, конечно, безусловно И с помощью 3D принтера Печатается эта деталь Которая потом становится живой Потому что она печатается живыми клетками И приживляется на место Туда, где она должна быть То есть палец сажается на место, где он должен быть Скорее всего на начальных этапах Это будет чисто косметическая вещь То есть такой палец будет Неподвижен Сам по себе Но вот здесь придет на помощь именно киборгизация Когда внутрь такой живой сосиски На месте пальца Можно будет внедрить Искусственный скелет С искусственным суставом И какими-то приводами Которые позволят ему двигаться Но со временем, возможно, будут выращивать Также и структуры, которые несут как каркасную функцию Так и обеспечат подвижность И третий вариант Это выращивание нового пальца прямо по месту Вот это вообще выглядит как фантастика Но именно про это я хочу рассказать Дело в том, что недавно Я наткнулся в интернете на статью Что японские ученые С помощью генной инженерии С помощью модификации ДНК Нашли такие гены Запуская, которые они могут Инициировать селективно рост Там, где это нужно Опыты проводились на цыплятах И в итоге у них Вообще получалось выращивать Отдельно прямо целые пальцы Ампутированные на ногах У цыплят Это интересная очень тема Конечно, подобные новости нуждаются в проверке Но я считаю, что учитывая Тренды и развитие генной инженерии Вполне допустимые вещи Что это вполне станет возможно И вопрос даже в том Не о том, что это станет возможно А когда это станет вообще возможно Дело в том, что Все зависит от того Насколько быстро будет придуман Тот генный модификатор Или тот агент Который будет влиять на ДНК Непосредственно в тех клетках Отдельных клетках Понимаете, в том месте, где надо Чтобы запустить рост Той части, которой надо Фактически нужно будет клетку вернуть в эмбриональное состояние Деление И делиться в том месте, где она формирует определенный орган или часть тела Вот ген-Е модификаторы в виде каких-то химических агентов Это мне сложно представить Я скорее представлю даже то Что будут сконструированы нанороботы Которые способны проникать прямо непосредственно в клетку Внутрь, под мембрану Они могут проникать под мембрану ядра клетки То есть в ядро клетки Не под мембрану В ядро клетки Расшивать ДНК Вставлять То есть удалять или вставлять нужный фрагмент Нуклеотид нужный в ДНК И сшивать обратно, закручивать эту двойную спираль Клетки будут делиться так, как надо Потому что программа их будет перезаписана Фактически ДНК это носитель Программу можно записать Важен только лишь агент, который сможет это перезаписывать И так можно будет решать проблему не только с ампутированными частями тела Также можно будет решать проблему и с раковыми опухолями И с чем-нибудь еще То есть если нам удастся Ученым удастся придумать такие агенты Которые способны на микроуровне расшивать и сшивать ДНК Изменяя гены Это безграничное, конечно Власть над тем, что можно побеждать абсолютно любые болезни Практически не вызванные какими-то внешними агентами Конечно, если это вирусы, бактерии и так далее, то да Но, кстати, можно побеждать так и вирусы, бактерии Нано-роботы могли бы на них охотиться Но это уже отдельная тема совершенно Думаете, что это сказки? Давайте посмотрим Я думаю, что многие вещи казались когда-то абсолютно невозможными Но даже в течение нашей жизни Тем, кто успел уже пожить в прошлом тысячелетии Особенно те, кто родился после 60-го года Они просто видят, какими темпами идет развитие вообще науки Особенно в конце 20-го века и начале 21-го Просто настолько стремительно во всех отраслях Что вполне можно допустить, что лет через 15-20 То, о чем я рассказываю, будет вполне возможным Давайте посмотрим Поживем, увидим Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok